Как связать два и более сайтов с каналом на Ютубе? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и оффлайн бизнеса через Ютуб, основатель Академии Видеомаркетинга. И в этом ролике по вашим запросам я покажу, как связать два и более сайтов с вашим каналом на Ютубе. Вы достаточно часто задавали мне такой вопрос. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о том, как продвигать видео, как зарабатывать на Ютубе, классные фишки о том, что же помогает продвигать ваши видеоролики. И читайте бесплатно мой отчет об эффективном использовании алгоритмов Ютуб. Вы сейчас его видите в правом верхнем углу. Но мы начинаем. Значит, как же нам связать два и более сайтов? Для этого необходимо, во-первых, зайти в творческую студию, далее переходим в настройки, другие настройки и расширенные настройки. Здесь мы с вами видим, что у нас уже есть один связанный веб-сайт. Видим, с каким конкретно доменом. И вот здесь есть кнопочка «Подробнее». Мы туда переходим и читаем инструкцию. Но первое, что хочу сказать, то, что у вас обязательно, прежде чем вторую ссылку, второй сайт связать с вашим каналом на Ютубе, один веб-сайт уже должен быть привязан, подтвержден, он должен быть ваш. То есть это самое первое, что необходимо сделать. Дальше опускаемся ниже. Вот здесь есть, можно ли связать с каналом несколько сайтов и мы видим, что да, но сначала вам нужно связать первый сайт, как я и сказала, затем через Seach Console вы можете добавить другие. Помните, что входить в Seach Console нужно через тот же аккаунт Google, который связан с вашим каналом на Ютубе. Давайте переходим «Добавить другие». Здесь читаем инструкцию. Ссылку на эту инструкцию я вам оставлю в описании к этому видео. Вы с ней ознакомитесь, то есть вот здесь добавление ресурса, как добавить. Сейчас мы с вами все это проделаем, чтобы вам было понятно. Но вы имеете в виду, что здесь есть разные способы подтверждения того, что вы являетесь владельцем данного сайта. Я вам сейчас покажу пример на том сайте, который в принципе у меня уже привязан, но только другую страничку привяжу. Но у вас, скорее всего, попросят, если вы будете другой домен привязывать, подтвердить то, что вы являетесь его владельцем. Об этом вот здесь вы очень подробно в данной статье почитаете, как можно подтвердить. Что мы делаем? Мы переходим в Seach Console. Вот здесь мы видим, что здесь уже, если нажать на треугольничек, вот у меня привязаны два сайта, но это мой домен. Вы можете добавить абсолютно любой домен, даже совершенно другой. Я показываю на примере своего домена. Нажимаем «Добавить ресурс». Вам сейчас нужно понять именно действие. Вот сюда я ставлю ссылку на тот сайт, который хочу привязать. Вам, скорее всего, нужно будет вот сюда ставить. Нажимаем «Продолжить». Действия вы делаете одни и те же. Вы повторяете то, что я вам сейчас показываю. Нажимаем «Продолжить». Видите, у меня автоматом было подтверждено право собственности, но у вас, скорее всего, выйдет табличка на подтверждение права собственности. Скорее всего, какой-то или код, или ссылку нужно будет добавить на хостинг. Если сами вы с этим не справляетесь, я вам рекомендую обратиться к фрилансеру на воркзиле, он вам в этом поможет. Все. Нажимаю «Готово». Но этого мало. Тут-то мы увидим сейчас, что он добавился. Но для того, чтобы нам отслеживать и ставить в дальнейшем ссылки на этот сайт в подсказке, в конечной заставке, нам нужно его прописать в Google Аналитике. Для этого мы заходим в Google Аналитику. Если у вас вдруг в Google Аналитике еще нет аккаунта, вы просто туда заходите под своей почтой, на которой у вас сделан канал, и придумываете пароль. Так как у меня сохранены настройки, он сразу зашел в мой аккаунт Google с моим почтовым ящиком и моим паролем. Что мы делаем здесь? Переходим во вкладку «Администратор», далее «Создать аккаунт». Здесь мы пишем название аккаунта. Ну, предположим, это будет PDF. Я для себя напишу. Название сайта. Отчет. Вы пишите свое. Сюда ставим ссылку на сайт, но без HTTP. Дальше. «Отрасль». Выбираем вариант. Я выберу вариант работы и образования пусть будет. Здесь мы выбираем страну Россия. Здесь, конечно же, время у меня московское. Опускаемся ниже. «Получить идентификатор отслеживания». Нажимаем. Здесь опять выбираем страну Россия. Далее жмем «Я принимаю условия». Здесь также принимаем условия. Нажимаем «Принимаю». И мы видим, что мы получили идентификатор отслеживания. Статус о том, что в течение последних 48 часов будут поступать. Отслеживание веб-сайтов. Вот наши коды. То есть все готово. Мы сейчас только что с вами добавили еще один сайт. К своему каналу на YouTube привязали. Конечно же, вот здесь в настройках вы его не увидите. Здесь у вас будет виден только основной домен. Но именно по той системе, которую я вам сейчас показала, вы можете легко привязать несколько сайтов и совершенно другие домены к вашему каналу на YouTube. И потом ставить эти ссылки в конечной заставке и в подсказке. Если видео было вам полезно, ставьте лайк. Делитесь им с друзьями. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик. Пишите в комментариях, знали ли вы об этом способе. И, конечно же, смотрите другие ролики, которые сейчас появились на экране. У нас с вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока.